господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 1113 события дня псалом 24 19 посмотрите на врагов моих как много их и какой лютой ненавистью они ненавидят меня за 2 января 2019 года но и объявление наше от роботов вот 4 видеоролика подтверждают что тут без обмана она умерла перед этим 10 лет просила жизни просто тормозите смотрите так прочитали по совету мир всем игнатий тихон еще сегодня 2 2 декабря снова ездила в больницу раздавать евангелие журнал душа сын привез из москвы слава христу люди хорошо приняли а в одной палате записала небольшой ролик только он разделен на 2 так как был звонок болящей бабушки слава богу все видно хорошо конечно я собой недовольна не все мне нравится но я думаю нужны опыт и время спаси христос за молитву вас всех кто за меня молится аллилуйя екатерина голубева ксения пишет отец павел островский в своем инстаграме вчера после эфира на спаси подвозил домой отца олега стеня его по дороге разговорились и выяснилось что отец олег уже много лет живет на съемном жилье так как не имеет своего как то так судьба у него сложилась что он оказался по сути бомжом слава богу шатец олег на данный момент может сам о себе позаботиться и благодаря тому что проводит много лекций встреч на которые ему иногда дают пожертвования он может оплачивать темную квартиру первый раз слышу что выступает где-то за что если бы я получал не рубля никогда за 60 лет 56 там лет уже но к сожалению отец олег тяжело болеет и будущем не сможет уже ездить с выступлением по нашим храмом тогда ему придется совсем тугом болеет он всегда болел я не знаю ни одного человека чтобы у него лишнее было тяжесть ну ожирение там сказать а такое вот толстый был брюхатый пузатый и чтобы он не болел ни одного не знаю все болеют но как но такую тушу кровь накачивать сердце как а и надо каждой клеточке но к сожалению отец олег тяжело болеет вот и все я очень люблю отца олега неоднократно пользовался его видеолекциями и много-много раз советовал другим считать его книги и обучаться потому что выложено в изобилии на ютубе мне конечно стало очень грустно того что по сути самый известный миссионер нашей церкви и прекраснейший библеист живет в таких условиях не имея своего угла переезжая с одной съемной квартиры на другую это в москве это какие же день деньги то платят да его положение не самое худшее и поэтому я не имею права просить о помощи всех вас поэтому я обращаюсь только к тем кто знает отца олега симпатизирует ему кому он помог чем-либо в жизни давайте отблагодарим его и попробуем собрать ему хоть на какое-либо свое жилье пусть она будет небольшое но свое собирать буду денежку на вашу к нашу карту добрых дел сбербанк цифры как соберем обращусь знакомому хорошему риэлтору чтобы приобрести жилье в собственность отца олега самому нельзя без этих риэлторов там такие деньги уходят жуть сергей игнатов спасибо христос борис семенович и роман за видеоролики занятиями я пока лишен возможности принимать активное участие так хоть слушай и поделюсь ими фейсбуке саня игнатий тихонов сделайте видео распорядки дня одного из братьев которые сейчас живут с вами распорядок и дня и так далее думаю многим будет интересно надежда лапкина что случилось почему исчез голос игнатия что закончилось занятие или меня отключили наталья у вас интернет прервался плохая связь дальше вот и русские христос и его жертвы не евангелий не надо даже не подозревает кто к ним подходит печально очень общество совершенно не нуждается спасение души арам сейчас очень много сект есть поэтому может быть и так может думает ему денег надо за книги то ха 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 вот все но вчера я тут говорил когда то не знал где переписка с америка вот она переписка я сейчас буду протягивать а вы смотрите я проведу так а вы сразу это распознайте все вам надо вот за 30 число переговоры наши по-русски и по-английски за 31 и по-английски все это вот и за 1 уже пошло голуби мне вот если земля земля драться эти строительства брат стивен митчелл а дорогой брат стивен мир вам я ему отвечаю вот ответ мой вот смотрите переписка еще не скрываем я пишу за прошедшие 27 лет со времени крушения дьявольского коммунистического режима американские эмиссары еретики нанесли столько ядовитой отравы столько насеялись заразы тут своими ересими сорняками что нескоро этом вот этот терновник будет выкорчеван притче 24 31 и вот все это заросло терном поверхность его покрылась крапивой и каменная града его обрушилась 3 езра 1678 горе тем которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими это поле которое заросло кустарником и через которые путь покрыт терном так что человек проходить не может она оставляется обрекается огню на истребление сектант еретики совсем не знают пути церкви христовой церкви древней апостольской совершенно не принимает каноны церкви а здесь вам это все будет доступно потому что вы ищущий правды человек и риме 6 16 так говорит господь остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних где путь добрый и идите по нему и найдете покой душам вашим но они сказали не пойдем прошу вас задавать мне ваши вопросы мы давно уже молимся о таком человеке чтобы господь иисус христос прислал его с детьми именно с детьми молимся о вашем приезде сюда и о том молятся все наши друзья мы ждем вас как родного уже близкого нам брата во христе игнатия первого дальше перевод перевод это вот на английском языке ему перевели я это все скинул в америку там проверили говорят все правильно одобрили но мне не поела не понравилось я говорю ваши дети должны быть с детьми вместе учиться то а перевод дали такой что мне нужны ваши дети как будто я себе говорю ну я не согласен хотя да согласен с этим вот еремея который сейчас считал за сей the road стей он уныл уэйс анси и и аст форз анчин пафф вэрзи гудвэй и и и бог и хим и юбил фан рэс форио бот дамба и и тэш 1 это бот ия гудвэй и и корсмарий и дэввэй и юбилэй аarnс айгин хранцин кэрэс и че хранцы дьэвэй агээдээ чая 5、 хранцин кэрэээ и юбилээ агэдээээс и корсмарий хранцин кэрэээээээ это и юбилээээээээ дээээээээээээх brother in Christ, Ignatius. Вот, Лидия, дорогая сестра, я не уверен, что правильно перейдена мои мысли через перевод Стивена Митчеллу. Вот даю сегодняшнее мое письмо на рассмотрение вам, сестра Лидия. Этот мой ответ на его уже сегодняшнее письмо ко мне. Вот так. Неплохо было бы, чтобы вы прислали мне указания на все книги канонические тут в Ютубе. Есть же они где-то? Добавлю еще. Вот в этом моем письме я сказал, что детям нужно общение, то есть с другими детьми. А переводчик дал такой знак, что будто бы мне нужно общение с детьми Стивена. Проверьте это, и хорошо было бы, если бы эту поправку вы внесли и Стивену отправили. И он увидит, что вы постоянно бдите надо мной, чтобы Стивену не казалось неверным. Если так будет переписка, то вам нужно будет ежедневно заходить сюда в Скайп, смотреть, что я там вам послал, чтобы немедленно могли отреагировать и мне выслать уже готовый текст сюда. И Лидия пишет. Дорогой Игнатий Тихонович, с Новым годом, с новыми силами, с новыми победами в вашей духовной борьбе. Я проверил ваше письмо, так же, как и письмо от Стивена к вам. Программа переводчика качественная, передает главный смысл. Относительно неканонических книг не беспокойтесь. Вы указываете главы и страниц авторов. И Стив сам уточнит в своей Библии. Об одном прошу. Не выражайтесь так сильно в адрес протестанства. Стив не виноват, что родился в протестантской стране. Наоборот, хвалите его в его духовном исцелении. Я ему послал данные книги Питера Гилквиста «Возвращение домой». Когда-то эта книга произвела на меня огромное впечатление. К сожалению, еще не нашла информацию о Катохуменах. Такие там есть оглашенные. А вам еще один вопрос и совет. Расскажите в письме о вашем посещении Джордан-Вилле. И спросите, зачем он туда едет. Это как-то связано с поездкой в феврале? Он в феврале думает. Лидия мне пишет. Игнатий Тихонович, проверяйте свой текст внимательно. Видите, вы допустили ошибку, но и программа добросовестно ее перевела. Да, я общение детям необходимо с другими детьми. Я говорю, и общение, она буквы «Я» только поставила. Вместо «И» вы написали «Я». Вот и ошибка. По-моему, я там правильно описал. Я говорю, относительно моей поездки в Джордан-Виль, то вряд ли будет полезно и верно с моей стороны касаться этого. Мне там было хорошо. Молитвы и выступления, остальное я не знал. Ну, теперь я даю. Просчитайте вот это все. У меня есть, как бы, правило, принцип, как бы так сказать, что если были добрые отношения, и человек даже потом что-то лезет против меня, то я все равно держу первые те лучшие минуты и стараюсь обходить стороной эти выступы. Я уже говорил, что когда в синоде был, то меня, митрополит Виталий, очевидно, и другие спрашивали, когда я уже побыл в Сакраменто, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, понравилось ли мне там. Я простодушно за столом и отвечал, нисколько не понравилось. Вы такие же, как они в патриархии, и хороши вам только те, кто против московской патриархии. Чуть не разобидел их. И тогда они велели отправить меня в Жордан-Вельта. Когда я вернулся, то они вновь переспросили, понравилось ли. И я радостно ответил, что да. Вот тут мне понравилось. Ночные молитвы, труженики такие. Теперь уже другие недовольны. Когда я так ответил, то архимандрит Арсений сказал тогда же, там теперь одна шпана, книги разные издают. Вот мы были, вот настоящие монахи. У нас куриц было, чуть ли не 20 тысяч, коров столько, а у них что? Шпана. И вот теперь Стива и Марго, жена его, пишут. Дорогой, Игнатий. Привет с юго-запада, Миссури. Надеюсь, у тебя был хороший день. Мне было интересно, какова повседневная жизнь в вашей патриотеревне-то. Существуют ли какие-либо правила или стандарты, которым нужно следовать? Я уже не курить и разрешаю, прошу. Все в порядке. А нет, ахохоло. Что такое? Непонятно, ахохоло. Если для общественной мероприятия, которые требуются в течение недели. Если кто-то живет в вашей деревне, требуете ли вы, чтобы его крестили, если он уже крестился в православной церкви? Что вы думаете о разводе? Что вы учите о повторном браке, если кто-то разведен? Что вы учите о повторном браке после смерти кого-то, мужа или жены? Разрешен ли им вступать в повторный брак или нет? Что вы думаете о войне? Как вы относитесь к сопротивлению злу, спасти насилия? Что вы думаете о современной практике знакомств? С чему вы учите молодых людей, знакомящихся друг с другом и начинающих отношения, которые переведут к браку? Я хотел бы поделиться с вами своими взглядами на эти темы, но я хотел бы увидеть, что вы думаете об этих вещах в первую очередь. Мы занимаемся домашним обучением наших детей, и теперь пришло время для школы, идти в школу. Спасибо за ваше время. Я очень ценю тебя и твое служение и триединому Богу. Во Христе брат Стив. Ну и, как всегда, хочу показать наши ресурсы. Ну, это вот мой мир, я очень его уважаю и люблю. И вот форум наш, православный форум 1600 тем. Ну и вот наш, теперь можно даже обновить. Сейчас я посмотрю YouTube наш, православный видеоканал. 13560 видеороликов только. Ну и на этом как бы все. Спасибо.